Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дамы и господа, начало третьего в Москве. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии по традиции Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Дорогие друзья, у нас сегодня в студии находятся основатели директора Московского музея имени Сергея Есенина, заслуженный работник культуры России Светлана Николаевна Шатракова. Светлана Николаевна, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Но у нас, помимо этого, еще есть очень интересный повод. В этом году Сергею Есенину исполняется 123 года, и в вашем центре пройдет любопытное мероприятие 3 октября. Все верно? Да, совершенно точно. Давайте с этого и начнем. Что ждет зрителей и слушателей наших, и куда мы можем их пригласить? 123 год. Видите, вроде бы цифра немаленькая, но для Есенина юбилеев не надо, и для нашего современника это только начало постижения его творчества, как нам кажется, в музее. И музей, который состоит из теперь нескольких отделов разных концов города. То есть как филиалы такие, да? Как отделы они еще считаются пока, да. Но несмотря на то, что они не прямо вот в содружестве, не на соседних улицах. Это первый музей, главный, который мы подарили в канун 100-летия со дня рождения поэта Замоскворечья, Большой Сарчановский переулок 24. И поэтому это музей, наш музей не имени, а музей Сергея Александровича Есенина. Потому что не какой-то отдельный дом там, или какая-то организация, к которой присвоили имя. Таких очень много. А у нас как бы исконный изначально дом, в котором он жил, место, в котором был прописан. Долгие годы жил его отец, открылась экспозиция. Шли годы, мы расширялись. Все делали для того, чтобы и теперь у нас в переулке Чернышевского, тоже в центре Москвы, но не в Замоскворечье. В центральном районе, недалеко от метро Новословодской, Достоевская, переулок Чернышевского, дом 4, строение 2. Теперь уже дом с горельефом есенинским, который все видят, проходя мимо его особняка Гиббинера. Красиво, красиво, да. Необыкновенное, само по себе произведение искусства. Теперь находится как-то больше сосредоточено, хотя бы я все в целом назвала бы Есенин центром по изучению, осмыслению, пропаганде, донесению вот этого непознанного есенинского творчества, сказала бы я до сих пор. Потому что, вот поэтому-то я и считаю, что он еще молод. Начинается эра, как он сам говорил, его познание. Меня начнут понимать через сто лет после. Это не просто вот ритмованные, красивые, ласкающие душу строчки. Это строчки, которые, когда если заходят, если к ним открыта душа, то остается в этой душе навсегда. Они помогают преодолевать какие-то сложности, они помогают радоваться достижениям, они помогают решать трудные вопросы, они помогают выражать чувства. Вот сейчас идешь, осень, ветер, а все равно, кажется, таз закружилась, листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. И в то же время хочется прям вот по-есенински сказать, плюйся ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган. Ничего не мешает, никакие сложности, ни подъезда, ни приезда для встречи к вам, ни ветер осенний, потому что все действительно дышит поэзией сейной, еще раз повторяю, поражает, помогает выражать чувства. И этому мы учим те, кто приходит в музей. С каждым годом увеличивается аудитория, так как увеличивается наше издание, наши отделы, как я говорю, а уж в Есенин-центре, где мы слились в хорошем смысле. Это просто, вы знаете, это подарок судьбы, как говорится, сверху, я этого даже не ожидала, с творческим коллективом, театром поэтов во главе с Владом Маленко, поэтом, который не просто так ходит тоже по этой земле и восторгает вообще тем, как он умеет отражать свои отношения к этому миру своими современными политическими строчками. Удивительно, он вышел из таганки, он драматург, поэт. И вот слияние музейной профессии, удивительной, тоже еще не до конца, может быть, даже не только изученной, но не до конца пропагандируемой, что ли. Потому что музейное дело – это связь с корнями, это очень важно. Да, мы прервем сейчас ненадолго, у нас музыкальная пауза тоже поэтическая, музыкально-поэтическая, и вернемся к нашему разговору. Будьте со страной ФМ. Спасибо, Борито. Друзья, не пролетайте мимо нашей сегодняшней программы «Лучшие в стране» в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». И сегодня Светлана Николаевна Шитракова у нас в гостях, основатели и директор Московского музея и Сергея Александровича Есенина. Итак, 3 октября в разных отделах музея состоится большой праздник. Да, все двери музея, включая дом, который не является памятником истории и культуры, а дом на севере Москвы, как бы отрезанный от центра Москвы, который мы приспосабливаем и в скором будущем откроем такой вот… Литературный центр. Такой литературный, художественный, поэтический центр, посвященный Сергею Александровичу Есенину со всей инфраструктурой хотим это создать. И там тоже двери будут открыты в день рождения поэта в режиме бесплатного посещения. Так же, как Большой Строчиновский и, естественно, переулок Чернышевского тоже невольно связаны с творчеством Сергея Александровича. Что в программе, Светлана Николаевна? Ну что, в программе подарки, конечно, тем, кто придет. Да, это без подарков нельзя. А к Есенину приходят не по зову души, и поэтому сами приходят с подарками. Каждый старается спеть, сплясать, как говорится, но я не в прямом смысле хочет что-то сделать, почитать стихи. Но вряд ли это удастся, потому что мы пригласим профессионалов, которых с удовольствием будут слушать, и они уже изъявили желание. Нужно как-то регистрироваться. Вот Владимир Булукин, композитор и наш давнишний друг, придет с вокалисткой, замечательной, молодой, красивой, которая будет исполнять песни на стихи Сергея Александровича Есенина. Ну и, конечно, будут проводиться мероприятия для детей, если кто-то придет для того, чтобы показать, какое разнообразие программ проводится в Большом Сраченовском переулке от маленьких детей. Вход свободный, либо нужно регистрироваться? Безусловно, свободный. Это у нас называется в режиме бесплатного посещения. Мы самостоятельно приказываем, открываем двери, и каждый приходит бесплатно, потому что это уже подарок. Светлана Николаевна, во сколько подъезжать, скажите, по времени? Ну, в часы работы. Естественно, из 10 часов можно приходить, и не пожалеет каждый, и маленький, и взрослый, и родители с детьми, потому что могут принимать участие в мастер-классах, получать за это подарки. Могут у нас прекрасный проект, рукописная книга, писать рукой, как бы, Сергея Александровича его стихи, и приобщаться к его творчеству, и приобщаться к тому, что у нас создается рукописная книга Сергея Александровича Есенина. Ну и, конечно, вот концерт. Концерт, чтение стихов, вокальные произведения. А уж что будет на переулке Чернышевского, в этот раз мы очень рады этой возможности подведем под концертную программу, которая будет идти параллельно под награждением победителям, победителям конкурса «Есенинцы». Так мы его в этом году назвали «Есенинцы». Их же много, и мы вместе с литературной газетой решили сделать всесоюзный конкурс, потому что пишут отовсюду, из Владивостока, из севера, запада, и с разных уголков страны нашей. Ну, конечно, Есенина не надо заставлять любить, и поэтому, учитывая всенародную, всепланетную любовь к этому поэту, не случайно он сам, обращаясь к ним, говорил от того, и дороги мне люди, что живут со мной на земле, они чувствуют ритм есенинской поэзии. Вот где бы мы ни были, где бы ни были наши передвижные выставки, мы всегда с этим сталкивались, с большим количеством желающих, во-первых, прийти на них, и, ну, так или иначе, пообщаться на тему Есенина, обязательно почитать и послушать, или спеть. Так вот, у нас будет награждение лауреатов. И как вы думаете, мы далеко вышли за рамки нашей страны? Насколько далеко вышли, друзья, мы узнаем чуть позже. Оставайтесь в компании Страны ФМ, не переключайтесь. Дамы и господа, крутим мы планету не только хорошими песнями, эмоциональными, но и чудесными гостями, которые приходят в эфир Страны ФМ. Светлана Николаевна Шатракова по-прежнему в гостях у нас. Мы говорим сегодня про Сергея Есенина, о его стихах и о тех конкурсах, которые проходят не только в нашей стране, но и по всему миру. И вот будут подведения итоги 3 октября. Да, более 4 тысяч, 40 тысяч, что я говорю, более 40 тысяч людей приняли участие. Ведь надо было отобрать 16 номинантов по таким номинациям от темы на любви, о которой всегда постоянно поет Сергей Александрович. Не любовь даже к женщине, любовь к матери, любовь к родине. На теме любви, подъема духа основаны все практически стихи Сергея Александровича, поэтому они, может быть, и трогают душу. Конечно, мы говорим о том, что он воспринимается очень реально. Это тоже загадка и тайна Есенина. И поэтому кажется знакомым, родным, другом, близким, сыном. Ну, своим, конечно, да. И кажется, только о себя, и себя он как бы списывает вообще вот все там. Все чувства. Да, все чувства, которые отражены в стихах. Но это не рифмованные строчки. Это спрятанное наряду с реальностью восприятия какая-то философская тайна осмысления нашего мира, значимости страны, которую он так любил и которую воспевал. Там нет хорошей, правильной такой, да. А ее, подчеркивание, ее достижений, ее большой, удивительной и необъятной исторической, ну, как бы безграничной, важной истории в мире, скажем так. Уникальности, конечно. Уникальности, ее обрядах, обычаях, о том, что она действительно рождает гениев, о том, что эта страна, конечно, ну, может быть, по тому, что подчеркивал Сергей Александрович, в сохранении нравственности, духовности, чистоты. И она, может быть, является, ну, какой-то особой стороной любви, которой не надо бояться выражать в своих чувствах. И когда мы видим, что это делает Есенин, и через него выражаем то отношение к родине какой-то особенный. И патриотизм не такой... Не нарочитый, да. Не нарочитый, да. Не такой, которым, ну, вроде бы, как бы необходимо пропитывать истиной, искренней, идущей из каждой души. Вот видите, слова даже не найду, потому что волнуюсь от того, что действительно поэзия Есенина, она заставляет, ну, сразу неравнодушной оставаться к тому, что мы читаем. Вот это единение природы человека. Вот сейчас там, когда вот мы проводим эти занятия с детьми, там дремлет взрытая дорога. Ей сегодня примечталось, что совсем, совсем немного ждать зимы седой осталось. Я вот сейчас проезжала сюда и чувствовала это. И дети, которые в разных программах наших, и в квестах, и в мастер-классах, интерактивных занятиях, они не просто рисуют, или пишут стихи Есенина, или делают иллюстрации на его стихи, или какой-то лепкой занимаются, или какими-то интересными их знакомят с историей нашей великой страны. Но они как бы приобщаются к этому творчеству, они понимают, что это не просто так рождалось. И поэтому одна из номинаций нашего конкурса называется «Есенин Ю», «Новый Есенин», «Постижение Есенина». Тот Есенин, вот с чего мы начали, который сказал, что у меня начнут понимать, что я не только лирик, стоящий у березки и воспевающий красоту, единение природы и человека, но я истинный патриот своей России. Я авангардист, если хотите. Я поэт, который в самые трудные моменты сгущаю краски, чтобы сказать, что-то всеми навек утрачено. Май мой синий, июнь голубой, не с того ли так чадит мертвячина над пропащей этой гульбой. Он пишет в Москве Кабацкой, чтобы сказать, что мы ничего от того, что дала нам природа людей всех национальностей, огромной страны, шестой части земли, как говорил Сергей Александрович, родившихся, любящих всегда, преодолевающих природы. А порой, если они особенные, нам их не занимать, то эйфория радости всегда еще в большей степени вдохновляет человека, потому что мы беремся за руки, и никакие преграды нам не страшны. Светлана Николаевна, когда и где будет, по адресу, к какому подведению итогов? Конечно, в переулке Чернышевского, дом 4, в Третьего числа, да? Да, в Гесенин-центре. И каждую номинацию, и в частности, одну из них очень интересную, еще тоже загадкой тайны Есенина, Господи, я верую, будет представлять митрополит, один очень интересный человек, который понимает, что отношение Есенина со Всевышним особенное. Это не просто любовь к Богу, это любовь, которая действительно не имеет границ. Не случайно Сергей Александрович называл себя даже пророком после того, еще с 12 лет, когда впервые прочитал Библию, и хотел, чтобы его стихи, которые в нем рождались, первые ранние стихи, которые он начинал писать, он хотел всю свою душу, во-первых, в них вылить, и чтобы заставить души читающих людей так же трепетать, как он говорил, как от Библии, чтобы они заставляли заразить каждого человека. И поэтому он видел болевые точки, он их чувствовал, он их предсказывал, и не случайно говорил, я знаю будущее, прислушайтесь ко мне. У нас сейчас пауза, друзья, мы скоро к вам вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем. Роман Шахов, Лиза Калинина в студии, и в гостях у нас сегодня основатели директора Московского музея Сергея Есенина, Светлана Шатракова. Светлана Николаевна, вот смотрите, 3 октября мы, в принципе, разобрались, люди могут во все отделы прийти в любое время. Несмотря на эту дату, 3 октября, в любую другую человек приходит, осматривается, получает экскурсию, знание. Какой тут процесс? Что мы можем нашим слушателям сказать? Официально в музее не работает, экспозиция не работает, понедельник, вторник, но это как правильно только официально. Неофициально двери музея открыты. Если группа записывается, и желающие есть на какое-то интересное событие, связанное с осмыслением творчества Есенина, от детского сада до взрослой аудитории все этапы творчества прослеживаются, до тех, кто, может быть, просто хочет проехаться с Есениным по Есенинской Москве, проехаться с экскурсией по литературным местам, даже в Подмосковье мы тоже организуем эти экскурсии и, естественно, в Константиново, на родину поэта. Самые разнообразные формы деятельности музея и общения с большой аудиторией. Кинопоказ 3-го числа еще будет, о чем я не сказала. Редкие кинофильмы по песню поэт. 1971 года, кажется, очень интересная у Русевского, фильм очень, такой нестандартный, да, показ творчества Сергея Александровича, до современных исследователей творчества Есенинова в смысле по подаче его через документальные и художественные фильмы. С анализом этих фильмов, пожалуйста, можно будет прийти и на Клязьминской послушать. Конечно, очень разнообразная будет интерпретация музыкальная. И в силу того, что проектов у нас на эту тему много и выступали у нас не только те, о которых я упомянула, но и самые разнообразные. Вот мы мечтали бы, например, что Александр Новиков пришел бы к нам, мы знакомы, но слушали его в больших аудиториях и считаем, что его проникновенное прочтение, музыкальное понимание творчества Есенина более чем заслуживает внимания. Думаю, что как-нибудь он тоже заглянет к нам. Двойной львов, что ты записал, Александр Васильевич. Да, безусловно. Учитывая, что у нас разный Есенин, можно с этим поспорить, но так же, как и многогранная его поэзия, так же и многогранная музыкальная интерпретация. От лирического трогающего душу начала, потрясающего, например, от Рио Релик, который неоднократно у нас бывает, до такого мастерского, авангардистского тоже отражения в музыке, до проекта «Есенин джаз». У нас очень много проектов «Есенин джаз». Тоже начался вроде бы как бы с Рязани, с нашей группы «Филинс», с которой познакомились. Потом он стал российский, потом стал международным. И сейчас дают концерты, да? Морис, да, Савалиди из Италии. Он постоянно приезжает. И они просили, сейчас даже приехали. Ну, так как насыщенная программа, просто следите на сайте за тем. Он постоянно приезжает, выступает, собирает большие залы. Такое проникновенное прочтение Есенина. И учитывая, какую грань он затронил у Сергея Есенина, их еще безграничное количество. Даже вот, например, 3-го числа изъявили желание прийти у нас молодые щукинцы, ребята, которых я случайно, студия, услышала. И потом поговорила. Вы знаете, вот говорят молодежь. Никогда не поверю. Но настолько чувствует... Группировка территории. Группировка территории. Настолько чувствуют и понимают Есенина. Такие вопросы задают. Настолько ощущают, что такое творчество. Как пишутся стихи. Не просто так. Вот вдруг человеку захотелось там срифмовать строчки. Значит, это особо избранные люди. Но они живут среди нас. Между прочим, вот каждый из них вот такой. Как интересно они и с музыкальной точки зрения, и с точки зрения осмысления и подачи показывают современного, одну из грани современного, живущего среди нас, я считаю, Сергея Александровича, поэта, который будет жить среди будущих поколений. И новые музыканты будут тоже осмыслять и показывать его на сценах театра. Светлана Николаевна, вот это вот «Братья наши меньшие». Здесь книга, здесь паспорт «Брата меньшего». Расскажите, что вот это? Да вот как раз это тоже один из проектов «Братья наши меньшие». Вот 40 или с лишним книжек вот таких, а так впервые сказал Сергей Александрович, иначе не скажешь, а животных. Впервые эта его фраза произнесена была в 1924 году, и «Зверьёк как братьев наших меньших» никогда не бил по голове. Мы сделали проект, передвижную экспозицию «Дать жив на счастье» лапамуне, издали вот такую книжку, в которой мы говорим о том, что с помощью Есенинского слова можно действительно более еще гуманно относиться к тем, кто, ну, меньше нас, кто, может быть, не так силен, которых надо погладить. И вот эта вот доброта, она рождается в душах детей, которые мы часто устраиваем в мероприятиях, связанные с различными благотворительными организациями, которые по тому, чтобы бездомных собак отдавать в руки детей. Вы представляете, когда дети приходят, и через рассказы, беседы, через чтение стихов мы называем какой-нибудь из собак действительно и есенинским именем, и они берут её с собой, они уже становятся как бы членами нашего музея. Но мы даём не только книгу, подписанную, в частности, Николаю Николаевичем Дроздом, который очень благосленно отнёсся к этому проекту, и очень радовался тому, что мы подчеркнули, что именно впервые эту фразу, к которой никогда не обращаются, когда говорят, давайте поговорим о братьях наших меньше, произнёс Сергей Александрович Есенин, но мы ещё даём и паспорт, как вы заметили, Роман, брата меньше, смотрите, в размер человеческого, он ничуть не хуже нас, правда? Можно записать, да? Клеим фотографию, его пишут, Печалька Ивановна Иванова, и понимаете, и она уже здесь, и каждый, смотрите, там уже, это не медицинское, если хотят, они могут поставить, все, кто получил, да, иллюстрации, когда чего, и главное, в конце мы пишем, что все, кто имеет такую книгу, значит, имеет бездомное животное, вот я хотела бы пригласить, может быть, и людей, которые этим занимаются, или... Тоже примут участие. Да, и многое, чтобы приняли участие, и мы показали бы, насколько это важное слово, вот есенинское... У нас небольшая пауза, дорогие друзья, мы скоро к вам вернёмся, будьте с Страной ФМ. Лучшее в стране. Дамы и господа, вы слушаете Страну ФМ, нас же смотрите, у нас сегодня Светлана Николаевна Шатракова в гостях, и мы вас приглашаем на прекрасное мероприятие, которое случится 3 октября в Есенин-центре. Приходите, там будет много чего, интересного, и если у вас душа просит чего-то возвышенного, тогда добро пожаловать. Переуг Чернышевского, дом 4, строение 2. Торжественное награждение лауреатов международного литературного конкурса «Есенинцы». Мне вот что интересно, всё-таки Есенин писатель такой взрослый, и даже вы говорите о том, что понимают его через поколения, да, люди современные. Как вы считаете, какой вы совет дадите, стоит ли Есенина начинать изучать в школе, и какому, в каком возрасте оптимально уже, может быть, объяснять, давать читать детям эту поэзию. Хорошо вы сказали. Не слишком рано. Я первый раз слышу, что вы говорите взрослый поэт. Взрослый по насыщенности, по проблематике поставленный. Он зрелый. Даже в ранних стихах это чувствовалось, потому что даже, когда он писал там, я люблю тебя, родина, кротко, за что разгадать не могу, он ставил вопрос о том, что вот его Россия особенная, надо уметь срабатывать внимание на каких-то важных точках, связанных именно с духовностью, и беречь или леять это. Но стихи о природе есенинские, стихи, они разные. Выткался на озеро, иногда открываются первые строчки, говорят, первые страницы детских изданий. Вряд ли, может быть, это стоит делать. Но образность, отражение природы, она необычайна. Ощущение ее живости каждой травки. Когда дети читают там с добрым утром и говорят, что они не будут никогда даже крапиву у себя там на даче убирать. Урвать. Да, да, и убивать, потому что она живая, потому что у плетня заросшая крапива обрядилась ярким перламутром и качаясь, шепчет шаловливо с добрым утром. Они понимают, что она живая. Вот знаете, вот дать возможность. С малых лет можно. С малых лет. И вот когда эти, удивительно, я не могу перечислить названия наших всех интерактивных занятий, мастер-классов, они сами по себе интересны. Вы посмотрите на сайте, какие разнообразные, для какой разной аудитории. С какого возраста, Светлана Николаевна? Я считаю, что с детского сада. И когда к нас, у нас был договор с детским садом, они приходят и читают «Белые березы под моим окном», «Принакрыло снегом», точно. Это первое стихотворение, опубликованное в Москве Сергея Исейна. Первое стихотворение, которому он не написал Сергея Исейна, даже побоялся, написал псевдонимом, подписался, «Аристон». Но потом уже понял, что без этого не сможет. И он, Сергей Исейн, подписал все свои стихи. С Москвой ведь связана тесно жизнь Сергея Исейна. Здесь был основной пласт произведения написано. Хотя он, еще раз повторю, был жителем планеты. Он успел побывать во многих странах Европы. Он был первым советским поэтом, посетившим Америку. Он ездил везде, повесим и нашей страны. Много путешествовал, да, конечно. Он за этот период действительно просто как метеор пронесся и впитав вот эту вот нашу действительность, выражал в своих стихах. Стихи он писал не так, чтобы долго. Он сразу же, почувствовав, они как-то приходили к нему, как говорится, свыше. Конечно, люди, пишущие стихи, так же, как и любой провесил человек, неравнодушно относящийся к ней, они как бы сверху ведомы, если хотите. И поэтому он не боялся даже в этом, он спешил жить. Он хотел быстрее выразить все свои чувства. Он хотел, он говорил, что он же, может быть, гость случайный на горах твоих земля. И поэтому, в одном из ранних стихотворений он писал об этом, и поэтому он хотел быстрее выразить все то, что было связано с тем, тем, что он, может быть, ну, чуть раньше, как бы, одаренный сверху, лучом, как говорил Солженицын. Жил быстрее просто. Да, жил быстрее, выражал все свои чувства, старался быстрее это сделать. И, может быть, отсюда, не смакуя, мы, когда уже говорим о Сергея Александровича подробно, от детского сада до взрослой аудитории, и не случайно у нас встречают отхода такие стихи, как «Несказанная», «Синяя», «Нежная», «Тих мой край», «После бурь», «После гроз» «И душа моя», «Поле безбрежное», «Дышит запахом меда и роз». Мы понимаем, не розы, более созвучные деревенскому детству, дети даже потом подходят, а правда, розы, розы. Он же родился в Константиново, в Рязанском крае, в Рязанской области, как уездик. и он, конечно, все-таки выразил вот эти самые главные проблемы мира человека на земле. Спасибо вам большое. Светлана Николаевна, до новых встреч. Ходите. Встретите себя в Несенем Центре, ходите в музее, друзья. Все, до свидания. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Лучшее в стране.